Они меняют взгляд на процессы, которые пытаются моделировать на Земле. Я начинал, собственно, очень знаменитый эксперимент, но сейчас он уже знаменитый, а тогда это было почти авантюра. И то, что мы его видели вообще, меня очень сильно поразило. Я, ну, как бы в детстве, в школе, в институте обожал, любил физику, увлекался автрофизикой. Но то, что я увидел, вот как передо мной создается вот этот космический мир, просто было физическое зрение. Плазменный кристалл. Эксперимент с четвертым состоянием вещества, плазмой. Такого не увидишь на Земле. It can happen on Earth with a right magnetic... Оказывается, плазма на самом деле не жидкая. Она имеет кристаллическую решетку. Лучшие пудры, которые стоят рядом с тубами, с талой. Есть вероятность вещества 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 вещества. А, ну, киши. Плазмой. Они занимают то пространство, которое им отведено, отталкиваясь друг от друга во все стороны, что-то похожее на кристаллическую решетку. Кристаллическую решетку. Это черная бочка. На орбите этот эксперимент похож на земной, но только в вакуумной камере не искусственный, а настоящий космический вакуум. Для обработки результатов используется мощный компьютер. В этой камере, похожей на черную бочку, создается плазма. В плазменную среду вводятся пылевые частицы микронных размеров. Это вид той черной камеры изнутри. Вот эти микрочастицы. И сейчас потихоньку начинается уже процесс кристаллизации. Все, что происходит внутри, фиксируют видеокамеры. На земле будут получать картинку вот именно вот этого кристалла и наблюдать за процессом кристаллизации. То есть то, что будет происходить вот в этой черной бочке. Данные оказались совсем не те, которые ожидали. То есть ожидали более-менее равномерную структуру кристалла, а в этой структуре внутри образовывалась полость. В процессе эксперимента мы это дело наблюдали, рассказывали... Что мы видим на землю, земля ломала губы, муку. Что мы видим на землю, земля ломала губы. Не может. Потом один из ученых, вот кстати как раз из института Макса Планка говорит, получив данные записи с нашей экспедиции, я говорю, заперся на несколько недель. В своем кабинете для того, чтобы просмотреть, проанализировать и описать то, что он видит. И достаточно много новых данных было получено, вот просто с наблюдениями за поведением этих частиц. В земных условиях гравитация сдавливает кристаллы, сплющего от них. В таком виде, структуру изучать нельзя. А значит и нельзя понять поведение плазмы. В космосе же, кристаллы словно взлетают, образуя объемную трехмерную структуру. Оказывается, завихрения, возникающие в плазме, в точности повторяют строение нашей галактики. Эта галактика в миниатюре, и только здесь можно узнать, как она зарождалась. Какая-то такая ротация и спин. Если вы видите, как вы видите. Для генетиков, эксперимент с плазменным кристаллом тоже стал открытием. Если на плазму воздействовать криогенно, охлаждать ее, получается точная копия строения ДНК. Еще одно направление – борьба с бактериями, невосприимчивыми к земным лекарствам. Но самое главное, как только ученые на Земле расшифруют все, что происходит с плазмой в космосе, они смогут очищать вредные выбросы теплой электростанции, отработанные газы турбин, и даже сумеют управлять радиацией. Продолжение следует...